В Люберцах кондуктор автобуса обнаружил между сидениями подозрительный пакет с предметом, похожим на взрывное устройство. Пассажиров незамедлительно эвакуировали, автобус направился в безопасное место. Так начались учения антитеррор, в которых приняли участие работники Люберецкой автоколонны МОСТ Трансавта, сотрудники полиции и других силовых структур. По легенде, учение объектом теракта был избран автобус большой вместимости маршрута номер 20. В качестве пассажиров водители-кондукторы, руководители служб предприятия МОСТ Трансавта. Все они уже прошли теорию, теперь практика. После обнаружения подозрительного пакета кондуктор отходит на безопасное расстояние и оповещает диспетчера автоколонны и службу 112. Вывели людей из автобуса на один предмет, похожий на взрывоопасный. Затем автобус направился к месту, удобному для проведения оперативных действий. Здесь подозрительный пакет обследовали сотрудники Люберецкой полиции, криминалисты, кинолог. Собака специального назначения, обнаружив запах взрывчатого вещества, обозначает его присутствие особой посадкой. В нашем случае ищейка равнодушно отвернулась. Бомбы в пакете не оказалось. Мероприятия по сигналу тревога закончены. Предмет опечатан, упакован, в машину погружен. Следственная оперативная группа отработала. Подозрительного ничего не обнаружено. Рекомендую снимать все наружные экипажи с мест дислокации. По словам представителей силовых структур, все службы в ходе учений сработали слаженно и быстро. Взаимодействие всех наружных служб, патрульно-постовой службы, войск на сегодняшний день, национальной гвардии и ГИБДД, я оцениваю на пятерку. Потому что в рамках единой дислокации и совместного приказа 825-го у нас осуществляется полное взаимодействие при помощи дежурной части. Учение антитеррор или тактика специальной тренировки для работников Люберецкого филиала МОЗ Трансавта проходит регулярно. У меня в первом полугодии уже планировано три занятия. Значит, в Люберцах, в Эдхаре на автостанции и в Жуковском перед Максом. Исходя, значит, уже система работает в полном объёме у меня. И люди, по принципе, полностью обучены нельзя говорить, но, тем не менее, периодически надо будет их обучать. Как правило, итоги каждых учений обсуждаются на собрании всего коллектива транспортного предприятия. Своё слово говорят и представители силовых структур. Жизнь меняется, меняются и требования к обеспечению безопасности пассажиров.